Друзья, ставьте в подобайки, пишите комментарии, подписывайтесь на канал, переможем разом! Усиливает отчуждение и деморализацию все большего числа винтиков войны. Совсем неудивительно, ведь близится годовщина бойни, которой не видно конца. Пока социологи АП проплачивают социологам фейковые рейтинги с целью подпитывать миф о консолидации. Противодействие системе разрастается, альфа и омега путинской диктатурой – телевизионная пропаганда. Контроль над основными кнопками телеэфира обеспечивал иллюзию управления и общероссийское чувство локтя. Но данный ресурс за считанные месяцы обвалился. Мозгодуя, постоянно упражняющийся в чеморошном словоблудии на телеэфирах, засилье оборзевшей армянщины. Ремейки на ремейки советской кинопродукции. Михалков, изобретающий вековую историю фашистской зет-свастики. Те самые зловонные струпья российского телегнайника. Закономерно, что всю эту скверну все меньше и меньше хотят воспринимать. Путин пропаганда бомбит мозги прослойки 65+, то есть тех, чья молодость пришлась на эпоху застоя. Остальные просто отвернулись от зомбоящика. Похват аудитории Первого канала в 2022 году упал на 32%. Россия-1 потеряла 35% аудитории. НТВ – 27%. Рост телевидения перестала быть интересным для 15% рекламодателей. Главное оружие режима ветшает, так же, как и сам отстойный вождь. Сил, желание, цели поменять что-либо к лучшему нет. Консервация – единственный ответ на все. Но тело Федерации постепенно трещит по швам, воборот, и с подвали входит. Словосочетание. Регионализация России. Нечто подобное наблюдалось в 1991-1992 годах, когда РСФСР накрыла волна суверенизации республик по причине паралича центра. Лучше всего толчки грядущих сдвигов ощущают вожаки мусульманских республик. Для них идея русского мира или многонациональной империи – пустой звук. Куда более важно культивировать традиционализм и закрытость в ожидании подходящего момента. Данным элитам выгодно имитировать лояльность мумии, ведь трусливым и вечно озабоченным своей безопасностью Путиным легко манипулировать. Мениханов и Кадыров лихо бросили вызов президенту в Москве, когда обзавелись претенциозными титулами. В Татарстане правит глава РАИС, то есть президент в квадрате. А Чечня и вовсе недавно разжилась своим МЕКХДА или отцом народа. Подобные формулировки себе ранее присваивали президент Турции Мустафа Кемаль Ататюрк, президент Туркменистана, Сапар Мурат Ниязов, туркмен Баши или белорусский Батьска. На фоне таких мощных региональных вожаков Путин постепенно миниатюризируется и становится пигмеем. К слову, коммуникация Кадырова с публикой указывает на его общероссийские амбиции. Пока в Кремле даже цели спецопераций не могут обозначить, а в Грозном знают, что она закончится до конца. 2023 года Запад встанет на колени. Также ТикТок-полководец, совещаясь со своими кумовьями, из чеченского правительства грозит дойти не только до Польши, но даже до Америки. При этом Кадыров озвучил план спровоцировать сепаратистское восстание в Силезии, как это было в Донецкой и Луганской областях Украины в 2014 году. Этот регион Польши заслужил особый независимый статус, и там крайне необходим референдум, во время проведения которого Россия может оказать организационную помощь, заявляет отец народа. Правда, буквально в течение одного-двух дней Кадыров радикально меняет позицию. И вот его угрозы сыплются уже в адрес военного командования самой РФ. В частности, под горячую руку попал генерал Соболев, обвиненный в готовности заранее проиграть войну, во избежание ядерной катастрофы. Спорить с чеченским академиком и генерал-полковником Росгвардии себе дороже. Новая волна медиа-активности Кадырова, его усиливающаяся грызня с политиками и военными, озвучивание резких заявлений указывает на большие планы Дон-Дона выиграть от нарастающей, из-за ослабления центра нестабильности в стране. И он далеко не единственный царек, который винашивает план поживиться на вотчине Росии. До встречи, друзья! Ставьте вподобайки, пишите комментарии, подписывайтесь на канал. Переможемо разом! Субтитры создавал DimaTorzok Добавил субтитры создавал DimaTorzok Добавил субтитры создавал DimaTorzok Добавил субтитры создавал DimaTorzok